Всем привет! Наконец-то распаковка, наконец-то не только для вас, но и для меня, потому что я уже заждалась своей посылки. С этой самоизоляцией из дома как бы особо не выйдешь, и вот за месяц тут накопилось, сходила быстренько, забрала. Ну, поехали! Заказала себе кисточки из натурального ворса, точнее с натуральным ворсом. Мне понравилось работать с натуральным ворсом, и я подумала взять кисточки такого плана. Их, конечно же, нужно будет выстригать, но я надеюсь, они мне понравятся в работе. Вы заметили, как продавец запечатал две кисточки? Они, кстати, разной длины. Как обычно, мои пальцы не нажали в тот момент, когда надо снимать. Это у меня расходники. Можно сказать, что это одноразовые пилки. Вот такие крупные цифры в первый раз вижу. А щетки и пилки я уже заказывала. Мне нравятся эти щеточки тем, что они мягче, чем те, которые такие розовенькие. Пилки – это расходный материал, и не хочется за них переплачивать. Часто продавцы делают фальшивые скидки, не хочется быть обманутой. И когда я хочу заказать пилки или любой другой товар на Алиэкспресс, я проверяю цену через приложение АлиРадар. Обычно я накидываю товар в корзину и слежу за ценой, как и на примере с пилками. На главной странице товара мы видим, что действует скидка. Нажимаем стрелочку «Поделиться», ищем АлиРадар и делимся с ним. Открывается полная информация о товаре. Видим здесь динамику роста или падение цены. Я заказывала их в марте, и цена была выше, чем сейчас. Так что продавец нас не обманул. Также мы можем посмотреть здесь реальные отзывы покупателей. Рейтинг продавца, что немаловажно. Можно нажать кнопочку «Следить за ценой», и тогда приложение будет уведомлять нас о снижении цены. А также АлиРадар предлагает нам похожие товары, если описание или цена данного товара нас не устроила. В общем, от приложения одни только плюсы. Очень удобно. Сервис также доступен и через браузер, но мне лично удобнее пользоваться им на телефоне, так как не всегда есть возможность находиться возле компьютера. Ссылки на приложение в описании под видео. Вот и подъехала у меня здесь нижняя бельишка. Так, одни я брала для заловки, а другие для себя. В общем, я заказываю их уже второй раз. Они классные. Я их прям могу рекомендовать. Они просто очень супер-пупер качественные сделаны. Вот, сказала. Так, и черненькие. Вообще, идеально сшиты. Ничего с ними после стирки не происходит. Здесь, конечно же, хлопковая вставка. В общем, вот это бельишко могу рекомендовать. Так, на себя я брала XXL на 48 размер. Очередной у меня здесь холдер для карточек. В этот раз я заказала папе. Он мне сказал, увидишь, возьми. Карта складывать некуда. Я решила заказать точно такой же, как у себя. Единственное, что напрягает, это почему он пришит белыми нитками. Может быть, их как-то покрасить и чтобы черненький был. Ну, в общем, холдер достаточно качественный, как и мой бежевенький. Я думаю, что его надолго хватит. Как вы заметили, кстати, опять в одном пакете куча посылок. Это у меня здесь полосочки для ногтей. В общем, заказала, наверное, я всех цветов. У меня есть золотые, серебряные. Вот сейчас белые пришли, бронзовые. И еще я, по-моему, заказала радужные и черные. Это никогда не будет лежать у вас. Это точно будет использовано, потому что, ну, это классика. Геометрия, полосочки, в общем, это классика. Что-то у меня сегодня камера барахлит. В общем, в таком конвертике пришли очень веселые, для веселых клиенток, наклеечки. Вот это, мне кажется, вообще очень прикольный стиль. Вот авокадо, какая-то еда, в общем, веселая. Думаю, по-любому кто-то захочет. Также у меня здесь Микки Маусы. Как-то одна девочка у меня просила Микки Маусов, а у меня их не оказалось. Как это у меня и ничего не оказалось. У меня должно быть все. Вот такие мне еще понравились кактусы. Тоже очень забавные. И такие вот миньончики. Вот они, кстати, и подошли, как я и говорила. Оказывается, они в этой же посылке. Очень даже приятно, что они пришли. Почему черные такие маленькие? Ну, да ладно, подумаешь. Это, в общем, силиконовые полоски. А, кстати, прикольно, да, вот эти вот радужные. И они вот под освещением по-разному светятся. Интересно. Наверное, на лето будет вообще интересным дизайном. Уже начинаю заговариваться. В общем, заказала я тут себе Хардгель. Я их заказывала два одновременно. Один у меня пришел уже давным-давно. А этот пришел только сейчас. Но после того, как я его использовала в первый раз, я поняла, что это, конечно, такое себе. Но кто-то мне написал в комментариях, что можно его использовать как полигель. Хотя и написано просто, ну, тяжелый строительный гель. Жилье. Буду, наверное, его использовать как полигель. Надо попробовать. Кому интересно, номер 1716. И, кстати, очень приятный натуральный бежевый цвет. Я уж удивилась, что у меня здесь такое пришло, так сильно завернутое. В общем, это такие мелкие блестяшки. Как-таки, треугольничками сделанные. У меня таких нет. И, как их увидела, сразу заказала. Очень классные. Я вам на Типсе обязательно покажу. Такие вот пинцетики рабочие. Они, кстати, как-то, мне кажется, толстоваты. Как бы показать. Ну, из такого материала, знаете ли, ну, я думаю, для ногтевых дел вполне себе подойдет. И для слайдеров пусть будет. У меня, кстати, вот таких нет. А иногда они мне очень даже нужны. Вот у меня и одежки тут начинают приходить. Одежки. Заказала вот такую вот очень дешевенькую футболку. Это синтетика. Ну, она дешевая. Я ее брала для дома. Какая-то она вот грязная. Кто-то поносил, что ли? Ну, все как бы оттирается. Наверное, где-то на складе запачкали. Ну, я, кстати, закажу себе все-таки. Поищу хлопковую футболку. Потому что, ну, по магазинам не походишь. А футболки очень как нужны. Очередные у меня здесь кисточки. Уж чего-чего. Кистей у меня навалом. Теперь. А то у меня просто был такой момент, что у меня вообще ни одной кисти не было. А сейчас я хоть уверена, что кисти точно у меня в достатке. Такие хорошенькие, тоненькие, синтетические кисти. Какой-то очередной у меня здесь полигель. Какой-то, видимо, новой фирмы. Иначе почему я его взяла? Ну, он какой-то нюдово-розовый. Мы его на типсе посмотрим. Ну, я думаю, что он ничем не отличается от Marjorie Digit и Dombark. А, девочки, смотрите, что я нашла на Алиэкспресс. Я не ожидала, что они придут и что на них будет фирменная эмблемка. Я думаю, что вы все знаете, кто это. Формы, кстати, крутые. Давайте одну потратим. Посмотрим. Крутые. Почему знаю? Потому что я училась у них в школе. Как раз у меня был курс по наращиванию. Мне казалось, что это самые удобные формы в мире. Я думаю, что это так и есть. Так. Они очень такие плотненькие. Смотрите, как загнул их, так и загинаются. Давайте попробуем подставить. Как раз на мои каратыши. В общем, они идеальные. Смотрите. Суперские формы. Просто их поставил и стоят. Очень хорошо склеиваются. Хороший клей на них. Могу их прям рекомендовать. Если они еще есть в продаже, конечно. Ой, какой-то у меня здесь пришел билдер гель. От МШ. Ух ты. Какой густой. Надеюсь, что он выравнивается. И он очень прикольного цвета, кстати говоря. Он не такой прям розовый, как у вас на камере. Немножечко приглушенный. Но запах у него, конечно, ядреный. Скажем так. Не кислотой, а просто какой-то. Так, 16 номер. Кому интересно, мы его на Типсе выкрасим. Очередная моя попытка в заказе Фрес Алиэкспресс. Давайте их вытащим, что ли. Посмотрим. Но я уже отсюда вижу, что напыление однозначно есть. Ну, причем где-то больше, где-то меньше. Может быть, даже и неплохие будут фрезы. Я, когда их буду использовать, я вам буду говорить, что вот эти фрезы с Алиэкспресс. Они, кстати, аккуратно сделаны. Это пламя, наверное, 21 диаметр, я вот вижу отсюда. И какая-то очень тоненькая, очень опасенненькая, синенькая. Так. И обычная керамическая фреза, кукурузка. Просто стандарт. Какие-то я тут очередные лачки от Лили Кюн заказала. Не вспомню. Ага. Какой-то красоту небесную. Быстренько вам покажу. Конечно, куда катится. Ой-ой-ой. Так, тут все красивенько. На Типсах выкрасим. Какие у меня здесь нереальные блестки пришли. Я уже просто сразу в них влюбилась. Тоже будем их смотреть на Типсах. Они мелкие. Что огромный им плюс. Ой, куда-то у меня тут просыпались металлические малюсенькие бульонки. Надо будет их как-то собрать. Я не знаю, получится ли у меня эту. Такого цвета у меня еще нет. Прям выглядит как мак. Ну, для разнообразия пускай будут. Пришел у меня прозрачный гель от GD Coco. Написано Builder гель. Прозрачный. В общем, я думаю, что на вид и по консистенции он не отличается от геля Венолисы. Но опять-таки будем его испытывать в работе. У меня как раз закончился прозрачный от Венолисы. Идеально подходит для укрепления ногтей. Ну, как обычно, очередные расходники. И как же без кистей. Тем более, копейки они стоят. Заказала себе кусачки рабочие. Точнее, не для кутикулы, а для чего-нибудь другого. Посмотрим, какие они острые. Не острые. Так. Пластик режут. Это тоже режут. Это тоже режут. В принципе, думаю, для какой-то работенки подойдут. Ну, кстати, металл выглядит достойно. Я думаю, что даже можно его заточить хорошенечко. И, в принципе, и для кутикулы подойдет. Нет, для кутикулы не подойдет, потому что здесь не до конца смыкаются кончики. Как же показать? Не хочет он нам показывать, девочки. Не покажу. Ну, в общем, кончики не смыкаются до конца. Вот здесь вот щель. Так, вот эти формы я, как обычно, заказываю. Они мне нравятся. Вполне себе нормальные формы. Но не такие хорошие, как от Эми. Так, фрезочки. Эта фреза, по-моему, уже проверенная. Да, вроде бы с этой фрезой все хорошо. Но если что-то будет плохо, я вам подпишу. И заказала вот такие шарики. Выглядят, кстати, неплохо. Не хуже тех, которые я, кстати, в магазине не покупала. Наверное, даже одно и то же. Ну и приступаем к тестированию. Выкрашиваю здесь нереальные блестки от LilyCute. 167 номер и 171. В общем, блестками очень довольна. Также у нас здесь гель от M.S.H.E. Он такой тверденький, густенький. Но, кстати, на удивление, он неплохо выровнялся. И цвет очень даже приятный. Ну вот этот гель, это, конечно, нечто. Вы просто посмотрите, какой он твердый. Его невозможно даже лопаткой металлической достать. Как-то попыталась его тут наложить на типсу. В общем, попробовала смочить кисть в спирте. Пыталась что-то разровнять. Кисть прилипает к этому гелю. В общем, взяла палочку. Тут начала что-то палочкой растаптывать. В общем, ужасно. Я не знаю, что можно делать с этим гелем. Если вы им пользовались, напишите. После этого геля, вот этот полигель, это просто как бальзам на рану. Такой мягкий, такой удобный. Так хорошо выравнивается. Но, кстати, ничем не отличается от Major Digit. Далее у нас тут гель от JD Coco Прозрачечка. Он оказался немного гуще, чем прозрачный гель от Винолиса. Ну, тоже, кстати, неплохо выравнивается. Выложила здесь на базу вот эти замечательные блестки. Есть некий такой эффект зеркала. Прикольные. Мне понравились. И вот эти вот блестки, я бы назвала их, наверное, пайетками. Они вот реально похожи на пайетки. На непросушенную базу я выложила эти блестки в два слоя. Перекрыла я их топом. Ну, просто загляденье. Прям так и хочется кому-нибудь уже на ногти их нанести. Перекрыла я все остальное топом. Ну, Лили Кют мне понравились лачки. Даже опилила и покрыла топом Винолису. Полигельчик приятного розовенького цвета. И вот этот гель мне тоже понравился. Думаю, в работе он будет неплохим. Вот такая получилась у меня распаковка и тестирование. Кому было полезно, поставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok